Архитектурный памятник регионального значения. Когда-то здесь была мужская прогимназия, а с 87-го года Центр детского творчества. В 2014-м все уже знали, что здание аварийное и находиться здесь небезопасно. Но занятия на свой страх и риск частично проводили. Оксана Едыкина на тот момент была директором Центра. Она пыталась проблемы решить, но ремонт оказался не по зубам. Нами может заниматься только та компания, которая имеет лицензию Министерства культуры. Я такую компанию нашла. И даже ребята нам сделали в прошлом году смету для того, чтобы укрепить нам балки и починить крышу. Она составила 12 с небольшим миллионов. Но сказали, чтобы сделать капитальный ремонт нашего здания, нам нужно не менее 111 миллионов. Всех воспитанников Центра, это более 2000 человек, к счастью не потеряли. Коллективы нашли приют в общеобразовательных школах. И вот спустя два года в Центре детского творчества вновь начались занятия. Аварийный статус сняли. У нас, начиная от подвалов и заканчивая чердаком, меняли, конечно, все. И двери, и окна, посмотрите, новые у нас. И пол, стены преобразились, потолки, и вот лампы, все-все-все преобразилось. Татьяна Бердышева, новый директор Центра, в должности с 1 сентября. Пришла в культуру и спорт, она мастер по спортивной гимнастике. Говорит, немного страшно начинать работу с новым большим коллективом, но все же страшнее здесь было до ремонта. Константин Антошкин, педагог дополнительного образования, признался, многие сомневались, что у Центра есть будущее. Но благодаря муниципальным властям и спонсорам необходимые 18 миллионов рублей нашли. Здесь был разгром, здесь были скрыты полы, снятая крыша, здесь было весело, конечно. Все получилось, мы получили великолепное здание. Так случилось, что на момент приезда нашей съемочной группы в Центре детского творчества «Радуга», он называется теперь так, воспитанников не было, мы попали на пересменку. Но в ближайшее время нас обещали пригласить на какой-нибудь массовый праздник, чтобы мы убедились, в Центре детского творчества спустя два года началась новая жизнь. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».